Двое снова за решеткой, один получил увечья среди силовиков, десятки пострадавших. Таков итог оправдательного приговора в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Напомню, накануне, сразу после оглашения вердикта, начались столкновения. О ситуации сегодня далее в материале. Вот так штурмовали здание суда, который оправдал 19 фигурантов дела о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014. Активисты пытались помешать выпустить оправданных на свободу, но правоохранителям все же удалось их вывести. Сегодня по факту столкновения открыли два уголовных производства по статьям групповое хулиганство и насилие в отношении правоохранителей. Подозрения пока никому не предъявляли. Во время столкновений пострадали 20 полицейских и 15 нацгвардейцев. В основном это отруяние газом и травмы, связанные с тем, что в них потрапляли камни, которые шбурляли. По данным полиции, вчера вечером одного из оправданных активисты все же выследили и сильно избили. Произошло это на заправке возле Одессы. У Евгения Грещука закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и поломанные ребра. А еще двое оправданных Сергей Долженков и гражданин России Евгений Мефедов снова отправились в СИЗО. Сразу после того, как суд их оправдал, сотрудник прокуратуры вручил им новое подозрение по 110 статье. Это покушение на территориальную целостность Украины. Речь о событиях марта 2014 года. Автопробег из Одессы в Николаев, в котором оба якобы участвовали и выступали с незаконными призывами. Долженков и Мефедов пытались протестовать против нового задержания, но безуспешно. Я был лишен свободы, никакой повестки мне в Киевский районный суд никто не давал. Поэтому, как я сюда попал, это один большой вопрос. В ближайшие дни прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор фигурантам дела 2 мая в целом и добиваться для них, как и прежде, от 8 до 15 лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.